Посуда, сувениры, шахматные фигуры и многое другое можно просто напечатать на 3D принтере. Технологии экономят время, деньги и позволяют производить единичные экземпляры. И для этого не нужно громоздкое оборудование. Деталь, патрубок, их требовалось для отладки производства, запуска изделия, всего лишь 6 штук. Для того, чтобы сделать 6 штук, нужно сделать, по сути дела, если по технологии, достаточно дорогостоящий комплект оснастки. Мы обошлись дешевым комплектом оснастки, который был сделан на основании модели, растеченной по оси симметрии. В канун 1 апреля или Дня дурака на кафедре литейной технологии решили пошутить и напечатали на 3D принтере популярного в социальных сетях героя – Ждуна. Шутка пришлась по душе и в университете, и среди самарцев. Но мало кто понимает, что забавная фигурка – это технологии после завтрашнего дня. В университете уже сформирована специальная междисциплинарная группа для создания лаборатории 3D-печати строительных объектов на Луне. Коротко, в чем прелесть этого. То, что не везти кирпичи с Земли или строительный материал с Земли, как предполагалось, а отправить туда принтер и из лунного грунта печатать кирпичи и собирать в сборные конструкции. Что, конечно, будет экономичней, потому что килограмм груза, выводимого на орбиту, стоит не один миллион рублей. Любую фантазию можно воплотить в реальность. Достаточно нарисовать на компьютере объемную модель готового изделия, определиться с материалами – пластик, металл или даже бетон – и нажать на кнопку «Пуск». Чтобы сделать одного вот такого ждуна, необходимо 20 граммов пластика и 3 часа времени. Из одного килограмма пластика получится около 37 или 40 таких фигурок. Пока их в университете находится только три, но в скором времени обещают, что наладят серийное производство, и каждый желающий может заполучить себе такой сувенир. Марьяна Мирная, Сергей Баскин, События.